Вообще эстрогены связаны с таким эротическим составляющим либидо. Вторая причина, которая может быть связана со снижением либидо, о которой сейчас очень модно говорить – это дефицит тестостерона. При этом вы понимаете, что вы больше не испытываете желания по отношению к своему партнеру, это достаточно тревожный знак. Добрый вечер, мои дорогие, присоединяемся, я прикрепила эту тему, чтобы все знали, о чем мы будем сегодня говорить. И пока вы собираетесь, я представлюсь. Меня зовут Евгения Назимова, я врач-гинеколог-эндокринолог, работаю в Москве, являюсь главным врачом клиники доктора Назимовой. И в нашей клинике одно из таких профильных направлений – это изучение гормонального статуса женщины, коррекция гормонального баланса женщины, ну и, соответственно, все, что с этим связано. И тема либидо, конечно же, для нас тоже очень актуальна. Вот буквально сегодня. Ну, наверное, у меня только что закончился прием. Здравствуйте, девочки, спасибо за сердечки. Из сегодняшних моих пациенток пять беспокоили проблемы либидо. Я их пригласила на сегодняшний эфир, не знаю, придут они, не придут. Но в любом случае тема действительно актуальна, потому что, слава Богу, нашим женщинам уже теперь объяснили, они поверили действительно в это, что женщина тоже должна не просто, ну, принимать, что ли, да, какие-то сексуальные притязания мужчины, а сами тоже должны и желать этого, и получать от этого удовольствие. Поэтому, безусловно, либидо волнует женщину, либидо волнует наших мужчин, потому что, ну, любящий мужчина, безусловно, хочет, чтобы его женщине было хорошо, чтобы она была счастлива. А не так, как сказала сегодня одна моя пациентка, такое ощущение у мужа, что он все время меня насилует, потому что вроде как я не хочу, но иду ему навстречу, а в итоге получается, что у обоих нет, в общем-то, какого-то внутреннего морального удовлетворения. Так что же такое женское либидо? Наверное, вы уже раз пришли на этот эфир, наверное, вы и раньше интересовались этим вопросом, и, наверное, что-то слышали или читали, и очень много разных данных, да, кто-то говорит, что это зависит от каких-то определенных гормонов, кто-то говорит, что самое главное – это раскрепощенность, кто-то говорит, что это психология или какие-то, да, проблемы, связанные с этим. Но на самом деле условно все это правильно, потому что я вот специально приготовила вам такую картиночку. Сейчас я ее вам повешу на экран. вот такая картиночка, я сейчас выключу на время на комментарии, чтобы вам хорошо было видно. Вот эта вот картинка символизирует либидо мужчины, то есть одна большая кнопка, на которую нужно нажимать, и это прекрасно работает. Это одна большая кнопка – это тестостерон, это основной гормон, который рулит всей жизнью мужчины, и если с тестостероном у мужчины все хорошо, то, в принципе, все остальные факторы, конечно же, будут играть свою роль, но несущественно. То есть, если мужчина приходит домой с хорошим тестостероном, какой угодно уставший, какой угодно, не знаю, в плохом самочувствии, даже, может быть, какое-то недомогание у него дома, его ждет его любимая женщина, он всегда будет настроен на секс, да, то есть любой там самый незначительный ваш шаг в его сторону будет получать отклик. Это мужчина здоровый, с хорошим уровнем тестостерона. И вот какая ситуация обстоит с либидо у женщин, да, то есть вот это символическое представление о нашем женском либидо, посмотрите, сколько всяких ручек, каких-то переключателей, каких-то кнопок, и это действительно так, это действительно все важно, потому что у женщины, в отличие от мужчины, все находится в одном месте, то есть все ее притязания, все ее мысли, да, все ее какие-то жизненные ценности, они надстраиваются одна над другой. И либидо является такой витальной потребностью, то есть это потребность в размножении, да, и она находится в самом основании той пирамиды, которая влияет на то, как мы живем, как мы, к чему стремимся, да, какие у нас мысли, какое у нас настроение. И сверху уже над этой всей надстройкой находится вся ее личностная и социальная жизнь, то есть, ну, для многих женщин очень важны ее дети. То есть дети и их проблемы находятся на самой верхней ступеньке вот этой вот истории. Потом, ну, у кого как, у кого-то может быть работа, да, может быть это партнер, может быть ее какие-то внутренние там убеждения, да, потом идут различные какие-то социальные аспекты, но в любом случае либидо находится ниже всего этого. И если у женщины в этих надстройках есть какие-то проблемы, ну, то есть заболел ребенок или она поссорилась там, не знаю, с подругой, если это для нее значимо, да, то даже при абсолютно нормальной ситуации, то есть она здорова, у нее нет никаких проблем, то есть она действительно не нуждается в нашей помощи, в врачебной, но при этом у нее будут проблемы с либидом. Я включу комментарии обратно, если вы захотите, можете задавать вопросы. Так вот, есть очень интересное исследование, которое показывает зависимость либидо, то есть того, есть у женщины проблемы с либидой или нет, от интеллектуального статуса женщины, ну, образно говоря, от ее IQ. И здесь абсолютно прямая связь, то есть чем выше интеллектуальна женщина, чем более таким интенсивным умственным трудом женщина занимается, ну, условно говоря, да, чем больше у нее высших образований, тем хуже у нее с либидо. Самым прекрасным, вообще неубиваемым либидо обладают женщины с олигофренией, то есть женщины, у которых нет вообще никаких, да, вот этих вот эмоционально-нравственных метаний, они всегда настроены на секс, они даже при проблемах с гормонами у этих женщин никогда таких проблем не будет. Поэтому, в принципе, наша вот современная жизнь, индустриальная, да, такая, с таким вот ритмом жизни, она, конечно, не очень способствует тому, чтобы либидо было хорошим. Если вы живете в большом городе, у вас много проблем, много задач, вы хотите все успеть, ну, понятно, что эта сторона жизни будет нуждаться в каком-то вашем внимании, в противном случае вы действительно можете испытывать некие проблемы с этой историей. И если женщина, которая жалуется на либидо, ну, я ее, допустим, осмотрела, и в целом у нее все хорошо, а первое, что я ей предлагаю, это отдохнуть, да, поехать в отпуск, ну, или хотя бы просто на пару дней заняться тем, чем ей хочется, да, то есть своими какими-то любимыми делами, не знаю, просто полежать на диване или поехать полежать на берегу моря. Очень часто этого достаточно для того, чтобы либидо восстановилось. Но мы здесь вот сейчас говорили о, в общем-то, здоровой женщине, у которой нет каких-то серьезных проблем, но безусловно на либидо влияют совершенно реальные физические факторы. И мы сегодня поговорим конкретно о тех факторах, которые могут повлиять на ваше либидо и, конечно же, о тех способах, которые могут помочь вам справиться с этими проблемами. Итак, первое, что может влиять на ваше половое влечение, это уровень гормонов эстроген. Ну, традиционно эстрогены считаются женскими половыми гормонами, потому что именно они делают нас женщинами, да, придают нам женственность, красивую фигуру, красивую кожу, ну и, в общем, все остальное красивое. Но когда уровень гормонов снижается по каким-то причинам, безусловно, это влияет на все сферы нашей жизни, но в том числе и непосредственно на либидо. Вообще эстрогены связаны с таким эротическим составляющим либидо. То есть это стремление обниматься, целоваться, да, какого-то такого тесного контакта, не столько непосредственно полового контакта, сколько вот именно такого близкого общения. Как раз вот этот весь конфетно-букетный период, который очень часто бывает в начале отношений, вот как раз ассоциирован больше с эстрогеном, окситоцином, это гормон привязанности, да, и именно вот этот гормон создает такую духовную близость, ощущение духовной близости у женщины. Если эстрогенов не хватает, то может даже возникать такое неприятие физической близости в любом ее проявлении, то есть женщине не хочется, ей хочется, может быть, там отодвинуться, чтобы ее не трогали, чтобы не приставали к ней. Это такой начальный момент, тут больше связан с влиянием дефицита эстрогенов на, наверное, нервную систему, да, на то, как функционирует наш мозг. А в более такой выраженной стадии, когда эстрогенов по-прежнему не хватает или усугубляется их дефицит, да, ну, самая такая распространенная модель дефицита эстрогенов, понятно, это менопауза. Это период, когда у женщины перестают работать яичники, прекращаются менструации и, в общем, все становится не очень здорово, ну, по крайней мере, в достаточно большой части женщин. Но не только, ну, во-первых, менопауза может случиться, к сожалению, не только в обычном стандартном возрасте, там, 50-53 года. Она, к сожалению, может начаться и в более раннем возрасте, ну, практически в любом есть случаи прекращения менструации, там, в 17-20 лет, к сожалению, да. И тогда, в общем-то, все то же самое. Женщина будет также испытывать дефицит эстрогенов и испытывать, безусловно, на начальном этапе, когда уровень эстрогенов только начинает снижаться, проблемы с лебедом. Вторая составляющая дефицита эстрогенов, которая очень значимо влияет на половое влечение, это качество тканей. Вообще эстрогены – это гормоны, которые сохраняют влагу. Влагу в коже, в слизистых оболочках. И если уровень эстрогенов у женщины снижается, даже не очень значительно, то есть это еще не климакс, например, да, но уже эстрогенов маловато. Некоторые женщины это ощущают именно по появляющемуся дискомфорту в области половых органов, по возникающей сухости кожи, может быть даже сухости глаз, то есть какие-то такие появляются непонятные симптомы. И в такой более выраженной степени, когда эстрогены снижаются в организме, слизистая становится мало того, что сухой, еще и тонкой, очень чувствительной. Она легко реагирует на какие-то раздражители, даже на белье не очень может быть такое комфортное. Могут возникать дискомфортные ощущения при половом контакте, дефицит смазки. И вот эти все факторы, которые женщина может испытывать, они формируют у нее такое негативное восприятие вообще в целом этой ситуации. То есть, да, половой контакт вроде как бы состоялся, может быть там было даже все очень неплохо, но какие-то либо после него возникают негативные моменты, либо в процессе. И если это повторяется раз за разом, женщина зачастую даже не понимает, что это такое, какой-то дискомфорт, какие-то небольшие, может быть, ощущения, они даже вполне возможно сами проходят, но они есть. И когда это повторяется многократно, возникает такое внутреннее нежелание делать то, что дает тебе такое состояние дискомфорта. И это закрепляется на подсознательном уровне. И каждый раз, когда ваш мозг выбирает между тем, чтобы лечь спать или вступить в половой контакт с вашим партнером, вспоминая, что это было сопряжено с какой-то не очень такой положительной реакцией, мозг очень часто все-таки рекомендует вам выбрать поспать или почитать книгу. Не важно, что это будет. Важно, что он не видит для себя ценности в том поступке, который вы хотите совершить. Поэтому, если у вас возникают некие симптомы, которые повторяются, то есть это не разовый симптом, это повторяющийся симптом, связанный с половым контактом, или может быть не связанный, но это какой-то такой невнятный, может быть, дискомфорт еще пока, конечно же, нужно обратиться к врачу и выяснить, может быть, вы сейчас находитесь еще в переходном периоде, у вас вполне возможно еще регулярные даже менструации. Но у некоторых слизистые оболочки очень чувствительны к даже незначительному дефициту эстрогенов. И возможно, что нужно просто выполнить небольшую коррекцию, не обязательно, это говорит о том, что вы должны немедленно начать пить гормоны. Ни в коем случае. Это могут быть какие-то местные препараты, или может быть вообще, нужно разобраться, почему ваши яичники, собственно говоря, не вырабатывают то количество эстрогенов, которое вам нужно. Может быть, им нужно что-то дать, может быть, им не хватает каких-нибудь витаминов, микроэлементов, или может быть другая железа, например, щитовидная работает не очень хорошо, и яичники к этому чувствительны. Возможно, даже у вас питание как-то изменилось в последнее время, и это тоже может оказать влияние на работу яичников. Если вы восстановите нормальную функцию яичников, нормализуете уровень эстрогенов, естественно, эти признаки полностью уйдут. Если мы говорим о женщине в менопаузе, или женщине с преждевременной недостаточностью яичников, когда яичники, к сожалению, необратимо прекращают свою функцию, конечно, же, мы не можем никакими такими общими средствами вернуть их к жизни. Мы можем либо назначить менопаузальную гормональную терапию, в том случае, если она показана женщине, у нее нет противопоказаний, и тогда, естественно, у нее все восстановится само собой, то есть никаких проблем не будет, потому что гормоны заместят с собой всю функцию, либо мы должны каким-то другим способом скорректировать качество слизистой, вернуть женщине комфортность половых контактов для того, чтобы вот это ожидание негативной реакции, которая у нее сформировалась, больше не повторялось. Кроме того, дефицит эстрогенов влияет, очень существенно влияет на кровоснабжение половых органов. Вы знаете, я думаю, что во время полового контакта происходит очень мощный прилив крови к половым органам, за счет этого вырабатывается и смазка, и как раз возникает дополнительно возбуждение, и, собственно говоря, с этим мы связаны уже потом формирование органической разрядки, да, то есть это все связано с сосудами. Если не будет нормального кровообращения, то не будет и потом ничего хорошего связанного с половым контактом. А эстрогены, они как раз очень существенно влияют на качество кровообращения, да, на состояние сосудов. И если эстрогенов не хватает, то тогда вы, естественно, начинаете испытывать проблемы и с возбуждением, то есть влечение теряется и, собственно, всем процессом полового контакта. Ну, опять же, здесь, безусловно, прекрасно работает гормональная терапия. Если она не показана, нет возможности ее принимать или вы не хотите каким-то причинам ее использовать, подойдет все, что улучшает кровообращение в этой зоне. Ну, самый распространенный и простой метод, который вы можете использовать и который очень хорошо работает в этом плане, это гимнастика Кегеля. Потому что когда в нашем организме работает любая мышца, она всегда запрашивает очень серьезное улучшение кровотока в этой зоне, если вы работаете мышцами тазового дна, то, безусловно, у вас улучшается кровообращение в области тазового дна. Сегодня всем желающим после прямого эфира мы подарим чек-лист, как правильно тренировать мышцы тазового дна. Пожалуйста, тренируйтесь, улучшайте кровообращение в малом тазу, укрепляйте мышцы. В любом случае это очень положительно влияет не только на ваше здоровье, но и, безусловно, на качество сексуальной жизни и на ваше либидо. Главное не лениться. Вторая причина, которая может быть связана со снижением либидо, о которой сейчас очень модно говорить, это дефицит тестостерона. Тестостерон – это тоже половой гормон, его очень много у мужчин, как я уже сказала, это его большая кнопка. У нас он тоже есть, безусловно, в существенно меньшем количестве. Уровень тестостерона у разных женщин очень разный. Это определяется вашей конституцией, то есть есть женщины с относительно высоким уровнем тестостерона. Мы сейчас говорим только про норму, мы не говорим про гиперандрогению, это проблемы, которые вызывают повышенный уровень тестостерона в крови. Мы говорим про норму. В норме у женщин тестостерон может варьировать в достаточно широких пределах, это не значит, что у одной он лучше, у другой хуже. Это конституция и с любым уровнем тестостерона здоровая женщина может чувствовать себя прекрасно. Другое дело, если, допустим, у вас от природы уровень тестостерона, ну, например, единица, а вы живете-живете, и вот сейчас там вам 40 лет, например, и у вас уровень тестостерона стал 0,5. Ну, то есть это тоже условно норма, но нижняя граница нормы и лично для вас она в два раза ниже, чем была раньше. Кстати, с этой точки зрения, сейчас очень многие эндокринологи рекомендуют примерно 18-20 лет, ну, если, по крайней мере, человек молодой, человек или девочка, а не здоровая, сдать кровь на гормоны и определить тот уровень гормонов, который, ну, как бы для вас идеален, да, то есть уровень гормонов щитовидной железы, уровень тестостерона, и посмотреть, что было у вас, когда вы были, ну, в идеальном состоянии, скажем так. И потом это будет являться для нас неким маркером, от которого мы будем отталкиваться, потому что все эти показатели, они имеют достаточно большой разброс, иногда очень сложно понять, насколько все-таки именно у вас, именно эта цифра является нормой. Но в любом случае тестостерон, безусловно, тоже связан с либидом, он, в отличие от эстрогена, обеспечивает именно желание вступить в половой контакт. То есть женщины, когда у них хороший тестостерон, для них хороший, да, они хотят именно секса, то есть и если у них относительно тестостерон выше, чем эстроген, они уже не очень так расположены к каким-то обнимашкам, там, поцелуйчикам, то есть им нужно непосредственно перейти к делу. Ну, то есть они начинают относиться к делу, условно, как мужчины, да, потому что, ну, большинство мужчин тоже все эти телячьи нежности, как говорится, не очень интересны. Кроме того, тестостерон влияет на качество мышц, да, то есть опять же мы возвращаемся к тазовому дну, то есть если у женщины хороший уровень тестостерона, то и состояние мышц тазового дна очень так в хорошем состоянии, да, и тогда результативность и, ну, не то чтобы качество, ну, в общем, те ощущения, которые получают и мужчины, и женщины при полном контакте, они, конечно же, существенно улучшаются. А если у вас хороший секс, вы, естественно, будете снова хотеть повторить это, да, потому что качественный секс, ну, и хочется снова ощутить, да, если он так себе, то, в общем, зачем тратить время и свои силы, да, согласны я вижу, что вы согласны, потому что вы, да, ваши сердечки показывают мне, что вы за мою позицию. Так вот тестостерон, значит, почему тестостерон может снижаться? Очень частая причина для снижения, ну, безусловно, это могут быть проблемы с яичниками, если с яичниками какие-то проблемы, тестостерон действительно может снижаться ниже нормы, и такое может случиться именно в паузальном периоде действительно, и тогда, ну, в некоторых случаях действительно женщина нуждается в назначении препаратов тестостерона, но это встречается не так часто, надо сказать. Чаще всего у снижения тестостерона такие достаточно банальные причины, ну, например, хронический стресс. Хронический стресс – это ситуация, когда женщина постоянно находится в каких-то переживаниях достаточно тяжелых, причем это не обязательно какая-то психованная, неуравновешенная женщина, она может внешне выглядеть совершенно нормально, или это такая еще женщина, у которой глаза все время на мокром месте, да, то есть не разговариваешь, а начинаешь какие-то болевые точки затрагивать, и уже вот она видно, что вот еще чуть-чуть, и она заплачет, да, то есть у женщины есть какое-то внутреннее, какое-то внутреннее напряжение, и она живет с этим достаточно долго. Организм реагирует на эту ситуацию образованием достаточно большого количества гормонного почечника, кортизола, и так как кортизол производится в той же цепочке, что и тестостерон, ну, кстати, эстрогены тоже, надо сказать, поэтому выраженный стресс вообще может просто выключить функцию яичников полностью, тогда не будет ничего, ни тестостерона, ни эстрогена, вообще может наступить аминорея, то есть полное отсутствие менструации. Но, как правило, тестостерон у женщин, так как его количество в целом существенно меньше по сравнению с эстрогеном, он нарушается быстрее и чаще, так как просто весь ресурс, который отведен организмом на синтез вот таких гормонов, он уходит на то, чтобы постоянно вырабатывать кортизол. Здесь, ну, понятно, что вы должны заниматься решением этих внутренних проблем, да, пытаться из них выбраться, сейчас вообще ситуация в целом в мире не способствует каким-то позитивным и радужным, да, настроением, понятно, что все мы не знаем, что будет дальше, как изменится наша жизнь, и, в общем-то, это уже само по себе такой фон, на котором не так просто строить какие-то хорошие отношения и хорошие какие-то мысли, да, но в любом случае с этим нужно справляться. Если вы понимаете, что вы не справляетесь, нужно обращаться за помощью, да, это психологи, безусловно, это психотерапевты, потому что если вы даже запрячете эту проблему очень глубоко внутрь, да, и всем будет казаться, что вы решили эту проблему, но на самом деле при воспоминании, при мысли об этой проблеме вы будете испытывать внутренние, да, эмоциональные такие негативные эмоции, то это значит, что все равно проблема будет работать, и она будет работать против вас. Поэтому эту проблему нужно прожить, пережить, пойти дальше. В этом вам должен помочь специалист. Что вы можете сделать сами? Сами вы можете, ну, применить очень простую методику утилизации стресса, это, конечно же, не работает с той проблемой, которая вызвала у вас этот хронический стресс, но это позволяет вам уменьшить количество кортизола в крови, да, и обезопасить себя от развития очень многих процессов, очень негативных, которые в итоге вылезают на фоне постоянно повышенного уровня кортизола. Это даже может быть сахарный диабет на фоне хронического стресса, вы можете заработать себе и сахарный диабет в том числе. Это очень простое решение, физическая нагрузка, да, то есть когда у вас возникает ощущение, что все очень плохо, вы должны не ложиться на диван и плакать, а должны одеваться и выходить на улицу. И быстро, и долго идти. Ну, это самый простой способ, конечно, вы можете пойти в спортзал, вы можете там включить какой-то видеокурс и заняться аэробикой, но когда тебе очень плохо, обычно на это сил нет, а вот выйти на улицу и просто быстро, куда глаза глядят, идти, это может позволить себе практически каждый человек. И в какой-то момент вы поймете, что вас отпустит, потому что эволюционно кортизол предназначен именно для того, чтобы обеспечивать реакцию бей или беги, да, то есть физическую реакцию, вы должны либо драться, либо убегать. И когда вы не делаете ни того, ни другого, а лежите и плачете, да, то гормон, ему ничего не остается, как начинать какие-то разрушительные процессы в вашем организме. Это самая простая история, безусловно, вы можете использовать и любые техники, которые позволяют вам расслабиться, успокоиться, и медитации, и хорошая, приятная музыка, и запахи, да, ароматерапии, которые вам комфортны, которые вас успокаивают, да, то есть это все работает, и этим нужно обязательно пользоваться, потому что вы должны понимать, что хронический стресс – это не просто такие какие-то красивые слова «Ой, я все время в стрессе, да, у меня так все плохо». Это реальная физическая проблема, которая, к сожалению, может привести к развитию еще больших проблем, и на этом фоне могут развиваться, ну, практически все самые серьезные заболевания, включая онкологию. Поэтому, если вы со стрессом не разобрались, тестостерон естественным образом у вас вырабатываться не будет. Кроме того, тестостерону не дает вырабатываться, как эстрогену избыток инсулина. Если вы очень любите сладенькое или булочки, а еще хуже тортик, потому что он сладенький и булочка, и картошечку, и макарончики, еще фруктами все это заели, то рано или поздно, если у вас очень много углеводов питания, у вас, естественно, формируется инсулинорезистентность, и вот инсулин, к сожалению, не позволяет нашим железо-внутренней секреции, в том числе яичнику, нормально работать. И в этой ситуации у вас тоже будут проблемы с тестостероном. Проблемы с щитовидной железой также могут снизить уровень тестостерона в крови. Поэтому первое, что вы должны сделать, когда вы выявили у себя, ну, допустим, вы пошли, вы знаете, что тестостерон очень важен для либидо, вы пошли, сдали анализ крови на тестостерон. Кстати, нужно еще обязательно посмотреть глобулин, связывающий половые гормоны, это белок, который связывает тестостерон. Очень важно соотношение двух этих веществ, потому что если вы это не учтете, вы можете сделать неправильные выводы о том, есть у вас дефицит тестостерона или нет. Ну, допустим, он у вас есть. Если вы это выявили, вы должны разобраться, почему ваш организм не вырабатывает тестостерон. Если, а не намазываться сразу тестостероном, да, и не колоть его себе. Ну, это, конечно, самый простой вариант, но вы должны понимать, что вы этим самым не убираете ту проблему, которая привела к тому, что тестостерон у вас упал. И она все равно будет действовать на ваш организм, и вы этим себе не поможете. И, может быть, вы даже получите какое-то кратковременное улучшение либидо, но не факт. Но проблем, поверьте, вы себе заработаете гораздо больше. Кстати, если вы будете регулярно физически упражняться, но особенно с этой точки зрения важна силовая нагрузка, то это само по себе будет повышать уровень тестостерона в вашем организме. Поэтому занимайтесь и повышайте естественным образом тестостерон. Но если все-таки никакие стратегии не работают, особенно если мы говорим о женщине в менопаузе, и все-таки уровень тестостерона действительно низкий, безусловно, мы можем назначить ей препараты андрогенов. Но, естественно, под контролем, очень внимательно подобрав дозу, потому что дозы для некоторых женщин буквально должны быть гомеопатические, они будут получать хороший результат, но не будет у бочных эффектов, потому что все-таки большие дозы тестостерона для женского организма не физиологичны. Третья причина, которая может вызвать у вас проблемы с либидо, это употребление лекарственных препаратов. Достаточно большая группа лекарственных препаратов может непосредственно влиять на либидо, снижая его. В первую очередь это различные психотропные препараты, которые сейчас пьет очень большое число людей, которые как раз не хотят разбираться со своим стрессом, со своими психологическими проблемами. Вместо этого они предпочитают, ну, собственно, не всегда это проблема пациента, да, это им назначают очень часто врач эти препараты, да, и иногда и два, и три препарата сразу. И люди пьют эти препараты годами, не всегда оправданно. И, к сожалению, у многих этих препаратов есть такой побочный эффект, как снижение либидо. Также снижение либидо может быть побочным эффектом некоторых препаратов для снижения артериального давления. Но, безусловно, это какие-то различные психоактивные вещества, в том числе наркотические вещества, люди, которые их принимают. Сначала у них может быть подъем либидо, стимуляция его, а потом, как правило, оно снижается вплоть до полного отсутствия. Поэтому, если вы постоянно принимаете какие-то препараты, прочитайте инструкцию, как правило, в ней все написано. И если в инструкции есть упоминание в побочных эффектах о том, что препарат может влиять на либидо, вы должны обратиться к своему врачу с просьбой поменять этот препарат или отменить его, если в его приеме нет какой-то насущной необходимости. Следующая причина, которая может реально влиять на ваше либидо, это внутреннее отношение в вашей паре. То есть это некое разочарование в партнере, когда секс превращается в такую некую разменную монету, когда женщина как бы торгуется с мужчиной и говорит там «Вот ты это не сделал, вот этого не сделал, вот не будет секса». И потихонечку это превращается в такую хроническую историю. Сексологи, кстати, говорят о том, что снижение влечения у партнеров в паре, в такой стабильной паре является признаком начинающегося разрыва отношений. Поэтому если у вас все хорошо со здоровьем, при этом вы понимаете, что вы больше не испытываете желания по отношению к своему партнеру, достаточно тревожный знак, с которым тоже нужно работать в том случае, если вы хотите сохранить этот союз. Но безусловно здесь надо разбираться, что послужило причиной для того, чтобы все эти проблемы у вас возникли. Может быть, в этом, ну обычно в этом виноваты оба. Безусловно, да, и каждый из вас безусловно может сделать что-то для того, чтобы изменить эту ситуацию. Но если вас прежде всего беспокоит эта история, вы безусловно можете начать с себя, попробовать изменить что-то со своей стороны, не ждать, да, вот он когда сделает, а потом тогда я. Ну начните сами, начните сами что-то делать и потом посмотрите, может быть, он тоже подтянется. Но если вы поймете, что он безнадежен и, в общем, на все ваши попытки все равно ничего не меняется, ну тогда будете принимать решение. Хотите вы оставаться с этим партнером или хотите искать другого, потому что единственная стратегия для повышения либидо, которая работает абсолютно всегда в любом возрасте и у любой женщины, это замена полового партнера, да. То есть если у вас меняется половой партнер, то по крайней мере какое-то время, даже если у вас нулевой уровень тестостерона, вы будете испытывать либидо и, соответственно, все эти проблемы касаться вас не будут. Следующий фактор, который очень важен для либидо, это, ну мы уже частично его коснулись, я говорила о хроническом стрессе, но здесь я хочу поговорить о более серьезных ситуациях, это депрессии, это уже медицинский диагноз, который тоже, к сожалению, в наше время, особенно в больших городах, у женщин, которые активно работают и очень насыщенная жизнь у них, этот диагноз, к сожалению, очень распространен. Безусловно, если вы постоянно находитесь в подавленном состоянии, вас ничего не радует и ничего не хочется, то про либидо здесь, естественно, говорить не приходится, не бывает отдельно от всего, то есть все плохо, а либидо хорошо, но здесь, безусловно, не нужно сидеть и ждать, когда все само пройдет, если вы понимаете, что ничего вас не радует, вы должны идти к психотерапевту, к врачу, разбираться в причинах этой ситуации и здесь уже, безусловно, должно быть назначено лечение, это могут быть и препараты, но только их должен назначать, конечно же, очень правильно врач. И, безусловно, это психотерапия, психотерапевтические методики, которых очень много, я просто знаю, что психотерапевты, ну, хорошие психотерапевты, они не назначают годами пить здоровым людям антидепрессанты, да, то есть начинается лечение с, возможно, с этих препаратов, но с помощью различных психотерапевтических методик потихонечку человек выводится из этого состояния и дальше препараты отменяются, то есть вы не должны принимать эти препараты по жизни. Конечно же, когда психологическая ситуация нормализуется, психика восстанавливается, восстанавливается и либидо. Еще очень серьезная история – это отношение женщины к самой себе. Так как я достаточно много занимаюсь эстетикой, изменением внешнего вида, формы, восстановлением утраченных каких-то красот в области гениталий, я очень часто сталкиваюсь с женщинами, которые по разным причинам очень не любят или вообще себя, или не любят свои половые органы конкретно, то есть они стесняются их, они считают их очень некрасивыми, даже они употребляют такие термины, как «там у меня все безобразно, там у меня все отвратительно», то есть они вот настолько негативно относятся к этой части себя, что безусловно они на подсознательном уровне абсолютно точно уверены в том, что ну это не может вообще никому понравиться, и такие женщины интуитивно избегают секса, потому что они считают, что вот сейчас все увидят этот кошмар, и в общем я потом получу какую-то обратную связь негативную. На самом деле, к сожалению, бывают ситуации, когда действительно женщина с каким-то партнером, может быть первый раз вступила в отношения и получила какой-то нелестный комментарий в отношении своей внешности, вообще, там размера груди или там еще чего-то, да, там какой-нибудь не очень качественной попы, и конечно же это очень больно бьет, особенно если мужчина, который исторгает из себя такие негативные комментарии, он дорог женщине, безусловно, иногда этот один единственный эпизод, которому уже там сто лет в обед, женщина преследует всю ее жизнь, и сколько бы ей потом другие мужчины не говорили, что она красавица, и вообще у нее все классно, она все равно с этим живет, и это убивает в ней женщину, убивает в ней желание и возможность расслабиться. Конечно же такие вопросы тоже нужно решать, но все решают их по-разному, кто-то опять же у психолога, у психотерапевта, кто-то делает интимную хирургическую операцию, и в принципе это тоже разумное решение, потому что я знаю огромное количество женщин и мои пациентки тоже этому пример, которые сделав небольшую коррекцию, буквально там ничего особенного, да, и просто меняется вся их жизнь абсолютно, не потому что они там действительно что-то такое сделали важное, а потому что они после этого стали по-другому себя чувствовать, они перестали все время думать, каким боком им нужно повернуться во время полового контакта, чтобы партнер не заметил их какую-то там некрасивость, да, которая у них была. Ещё один момент очень важный, к сожалению, я сейчас обращаюсь к мамам, к женщинам, у которых есть девочки, как-то к девочкам это чаще относится, к сожалению, очень часто мы сами формируем у наших детей безумные комплексы, я встречала, ко мне приходили на приём женщины, приводили своих дочек и мамы рассказывали мне о том, какое безобразие вот выросло у их дочек там в области гениталии, то есть это мамино мнение, естественно, никакого безобразия, на мой взгляд, там не было, всё очень индивидуально и в общем стандартов в этой области в общем-то не существует, но мама искренне считала, что там кошмар и она об этом не забывала без конца говорить своей дочери, безусловно, такая девочка никогда не вырастет нормальной в плане вот отношения к себе и, безусловно, она всегда будет вот этот вот момент помнить о том, что самый дорогой человек, самый близкий, которому веришь безраздельно, а мама для нас является в детстве именно таким человеком, сказала ей, что у неё там всё ужасно, поэтому не надо говорить своим дочерям ничего, если там нет, если даже вам кажется, что там у дочери что-то не так, как вы считаете там должно быть, ваша единственная задача отвезти её к гинекологу, чтобы гинеколог вам сказал, что у неё там всё хорошо, всё, дальше девочка должна принять своё решение, нравится ли ей там её половые органы и хочет ли она что-то там менять, не надо ей вкладывать в голову эту историю. Ну, понятно, что моё поколение и более старшее поколение ещё от родителей впитали, ну, не все, конечно, но достаточно, это частая история со своими пациентками, эту тему обсуждаем часто, впитали, что секс – это нечто такое, ну, не очень, да, хорошее, не очень чистое, для порядочных девочек или мальчиков не очень правильное, поэтому, к сожалению, как это может быть не удивительно, но некоторые взрослые дяденьки и тётеньки, но особенно тётеньки, там, 40-50 лет подсознательно несут в себе вот эту установку, которая страшно мешает им жить, но вот сделать с ней что-либо они не в силах. Поэтому, дорогие родители, берегите психическое здоровье своих детей, потому что, к сожалению, потом, ну, говорят, же, что психологи говорят, что нельзя быть настолько хорошим родителем, чтобы у психолога твоего ребёнка потом не было работы, да, то есть мы обязательно что-то где-то испортим, но, по крайней мере, в такой тонкой сфере, как сексуальность нам нужно быть особенно осторожными и аккуратными и думать о том, как наш ребёнок пойдёт по жизни. Ну и, безусловно, последнее, последнее в нашем сегодняшнем списке, но, наверное, одно из самых, к сожалению, распространённых моментов, которые влияют на либидо, это банальная скука. Если вашим отношениям 10, 15, 20 лет, да, и раньше всё было хорошо, и вроде всё и сейчас хорошо, и ничего там не происходит, и у вас такой же муж, как и раньше, но просто всё надоедает, абсолютно всё. Вы знаете всё в этом мужчине, вы знаете, как всё начнётся, как всё будет, как всё закончится, да, и всё это уже приелось, и, ну, это не плохо и не хорошо, это просто так, как оно есть. И если вы хотите что-то изменить в этом вопросе, то здесь тоже нужно просто действовать, да, то есть нужно разнообразить ваши отношения, может быть, вы решите использовать какие-то сексуальные игрушки, которых сейчас очень много продаётся, да, и они, в принципе, достаточно хорошо разнообразят ваши эмоции, ваши ощущения, вашу жизнь. Это просто изменение, ну, не знаю, ситуации. Вы можете пригласить мужа куда-то в ресторан, потом пойти с ним в гостиницу, да, сменить место. То есть нужно, безусловно, вспомнить, как это было тогда, когда всё только начиналось, и когда у вас вдруг по отношению к другу были сильные эмоции, и постараться вернуть это, потому что оно того стоит, безусловно, прочные, хорошие отношения, они нуждаются в таком бережном отношении, нуждаются в том, что вы старались их сохранить, и стоит ради этого предпринять какие-то усилия. Очень часто мужчины в ответ на вашу инициативу сначала удивляются, потом подозревают, что вдруг у вас кто-то появился, что это вы стали такая, какая-то необычная, сексуальная, но потом он расслабляется и тоже начинает делать для вас приятные вещи. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, я думаю, что это обязательно принесёт результат. Давайте мы посмотрим, что тут вы нам написали. Девочки, давайте вопросы, которые не касаются к сегодняшней теме, я отвечать не буду, времени осталось мало. Если вы хотите, вы можете написать их в комментарии к последнему посту, я обязательно на них отвечу, чтобы здесь просто не отвлекаться. На какой день цикла необходимо сдать кровь на определение уровня гормонов? Всё зависит от того, какие гормоны вы хотите сдать. Лучше, чтобы врач, ну если мы говорим о половых гормонах, тестостерон можно взять в любой день эстрогенный, я вообще не рекомендую смотреть, нужно смотреть другие гормоны, которые регулируют уровень эстрогенов, в частности ФСГ, но обычно мы сдаём его на второй-четвёртый день цикла, но бывают какие-то другие задачи. Если вы хотите просто посмотреть, нет ли у вас дефицита эстрогенов, сдайте ФСГ на второй-четвёртый день. Надпочечники тоже синтезируют эстрогены. Надпочечники эстрогены, у нас на самом деле в организме три эстрогена – эстрадиол, эстриол и эстрон. В основном, когда мы говорим про эстрогены, мы говорим про эстрадиол. Но у нас ещё есть эстрон, который может частично замещать функции эстрадиола, и он как раз вырабатывается во многих органах, но больше всего в жировой ткани. Но эстрон, который вырабатывается в жировой ткани, он скорее про риски, то есть как раз он повышает риски по развитию различных заболеваний, в том числе и онкологических заболеваний. Как вам попасть на приём? Записывайтесь, попадайте в топлинки, в шапки профиля, пожалуйста, есть мои координаты, как записаться. Звоните, записывайтесь, приходите, буду рада. Беременным можно такие упражнения? Конечно, можно, нужно, если у вас нет проблем с беременностью, угрозы прерывания, кровотечения и так далее, если у вас всё хорошо, конечно же, делайте это существенно, облегчит вам роды, вам меньше будет рисков, что будут какие-то травмы и, соответственно, роды будут совершенно более лёгкими. В Америке с тестостероном. Нет, в России нет такой практики, я достаточно хорошо знакома с американской медициной, то, что после родов для восстановления там ставят такую палету, а с какой целью? Я не слышала о таком опыте, нет никакой необходимости после родов в тестостероне. Более того, препараты тестостерона, если женщина кормит грудью, вообще ни к чему, поэтому не знаю. Спасибо на здоровье, мои хорошие. Так, есть кок, который не влияет на либидо, ну, вообще не факт, что любой кок будет влиять на ваше либидо. Это всё очень индивидуально. Есть ситуации, когда действительно на фоне длительного приёма комбинированных оральных контрацептивов либидо снижается, но это как раз большее исключение, чем практика, поэтому надо разбираться в коках ли дело. Если стресс пройдёт, всё может восстановиться. Да, конечно, если стресс – это временное явление, то есть это не постоянный хронический стресс, в котором вы живёте, а просто вот какой-то кратковременный период, то, конечно же, всё восстановится, безусловно. Нет, вообще наш организм очень хорошо восстанавливается, если нет каких-то таких очень серьёзных повреждающих факторов, то если вы вовремя примите меры, то обязательно всё восстановится. Не переживайте. Да, мы постараемся эфир сохранить. Если у нас всё получится, бывают иногда проблемы в последнее время с сохранением, но если у нас всё получится, мы обязательно прямой эфир сохраним. Я благодарю всех, кто был на сегодняшнем эфире. Кто, ещё раз напоминаю, кто хочет получить чек-лист, напишите нам по тренировке мышц тазового дна. Если будут вопросы, которые вы не успели задать здесь, задавайте в наших постах в комментариях. И я с вами прощаюсь, всего вам хорошего и до новых встреч. Пока! Пока!